я назову маленьким моим адом почему там есть короче одна такая кнопочка и и надо иногда нажимать но когда в день пишется по 4 ролика и и иногда забываешь нажимать потому что когда вы тут еще с максимумом орете во всю водусь мы виноваты записываем днищине у 9 утра во сколько там в три часа дня чувак голова кипит ну да я просрал конечно красава давай-ка поздравим тебя видео и теперь хочу поздравить еще саню который будет перезаписывать нет это видео пойдет в начало днище как типа видео извинения поняли нища будет называться витя просрал лучшее днище то зачем мы его простили заочно меня зовут саша это максим это днище это днище и сейчас мы будем отвечать на ваши вопросы я честно говоря не знаю как вы справились в прошлый раз говорят очень хорошо и по комментариям тоже хорошо я бы в поездке не успел посмотреть но тем не менее я очень рад что рома написал сам договорился сам пришел ромчик огромный териспект на этом деле он не смог по личным семейным вопросам но вообще круто что рома к нам приходит класс ривы я с передовой ну а теперь перейдем к вопросикам потому что их много и сегодня я маленький тизерок сделаю это не клик бейт чтобы досмотрели но сегодня будет два комментария которые я нашел на ютюбе один из которых я думал что просто будет спасение и я даже так начал радоваться когда кое-что исследовал но потом разочаровался а второе реально стал спасением то есть было две проблемы большие у меня с техникой и одну из них в комментариях помогли решить я реально в шоке ты про айфон 13 нет я вообще рассказываю в целом этот не клик бейт я до этого иду просто у меня здесь порядки ну начнем димачок 17 у меня 12 макс и xs макс также само тухнут причем когда могу сидеть в сафари или смотреть ютюб даже играть не нужно я думаю что у нас вышло что же видео с айфоном до субботы правильно да да можете посмотреть я снял видео на айфон кстати то есть на самом деле айфон вот этот он хороший за исключением одной проблемы ну то есть софтверные недостатки мы не читаем их пофиксят это понятно но за исключением проблемы с гаснущим экраном однако как я понял проблема была намного раньше я ее не исследовал по дурному стечению апсельс объясню на карплее у меня не может быть проблем с дисплеем потому что телефон лежит себе заблокированный и он типа я не вижу гаснет яркость или не гаснет потому что я вот сейчас по украине ездил и я заметил что если без карплея когда просто работает навигация то действительно гаснет яркость у меня всегда так это проблема я просто в этом не знал но оказывается рома даже еще я вспомнил видя нашел этот фрагмент он еще в iphone 8 плюс обзоре говорил что такая проблема у него есть ты можешь видать на дроне и я помню что реально такое было у меня когда солнце на него нацветило и ты бах перестаешь видеть что угодно то есть надо куда-то в тенек идти чтобы просто увидеть что на экране происходит он остается процентов 30 яркости ну и конечно же выиграть поэтому проблема есть я считаю видео критичной кстати я не знаю что я считаю но почему-то айфон стал а я думаю что он стал выключать яркость понимаете до чего дать телефон дай телефон дай говорю тебе телефон сейчас чок заберу насчет 3 1 2 3 давай давай да все вот здесь он будет я прошу вас зовут его лачача я прошу меня расчеркните что за прикол с тем что куб уже нет короче он когда снимал ланцер свой на кедр дыр подпишитесь на кедр дыр там офигенная активность у нас где некоторые по 50 тысяч смотрят при 12 тысяч я не знаю как ты это все чувствуешь я вообще не ожидал я ехал туда и саня говорю боже это тебя саня будет типа везет нас снимать эту тачку это просто ну Вася так крутой человек тачка офигенная блин ну так как она выстрелила я смотрю так и выпуск офигенный вышел ну короче саня когда снимал свой ланцер говорит что это видео если не наберет 50 тысяч просмотров за месяц я вам помою машину а он делал все чтобы она набрала но не набрал а машину помыл нет может людей спрашивает ну блин камон ланцер это ланцер алексич хам джонг возможно вы отвечали на такой вопрос в прошлый раз я поэтому уверю что я не смотрел но там таких очень много я объясню он пишет звездить не мешки ворочать они не просили о рекламе но вы договорились о промокоде просто печалька это видео про то как я iphone покупал и мне ребята из айлаунж накинули несколько аксессуаров и я сказал что они не просили даже рекламу показывают они реально не просили о рекламе но я надел мне реально понравился и я про него рассказал и люди значит думают что раз есть промокод то я им просто вру ребят я никогда в обзорах не говорю неправду фишка в том что мы с ними на расстоянии короткого сообщения я написал с утра говорю чуваки классный этот давайте сделаем скидку типа для людей мы расскажем про это видео они говорят да давай вот типа промокод кеда 10 процентов и вот мне больше всего недоумение что люди пытаются тебя в чем-то упрекнуть но ни один не сказал спасибо то есть нет что просто сказать спасибо типа вы договорились для нас за промокод потому что так вы идете покупать чехол за фул прайс вы ж не ну по-другому как вы его купите а тут бац говорите промокод кедр или там если это баня то лучков или еще что-то и получаете просто скидку 10 процентов хоть бы один сказал типа не какую-то фигню сморознул а сказал спасибо даже если тебе он не нужен ну промолчи вас же не просят его купить вам не просят заплатить больше и возможно вы что-то выиграете вам тупо дают скидку если она вам надо ты за заработал и соврал то есть заработал а я больше а ты же не смотрел предыдущий да а мы отвечали на вопрос что тут каждый из нас зарабатывает от двух до пяти тысяч долларов а ведь а прошлый раз вопрос о зарплатах мы его поднимем сейчас если мы тут около пятерика каждый получаем я хочу по своему желанию сделать рекламу по какому своему желанию но они же тебе его как-то предоставили на Нет, они мне его просто предоставили в ночь старта продаж. Это льготные условия, потому что достать его было очень тяжело. Короче, они тебя выручили, потому что ты был один из первых, по факту. Мне выручили. Я его купил за столько денег, что я столько озвучивать в эфире не буду. Ну, 75 тысяч грн – это не так уж и много. Это как два дрона, которые я купил себе для того, чтобы летать, для ваших всех видосов. Дороже или дешевле, я купил, я не буду говорить, хорошо? С 4, я знаю, что дешевле. Пусть это останется загадкой. Но я же говорю, они предоставили, они мне просто привозят айфон и в пакете говорят, это тебе презент. Всё, и на этом наш разговор закончился на моменте забора айфона. Ой, ну ты ж не мал это всего. Ну да, я как они давали, не снял. Я просто говорю, вот, закинули. Хорошо, ну всё, теперь нормально, давай поговорим. Роман Турай пишет вопрос к нас. То есть это ко мне. Какие наушники лучше брать для прослушивания классической музыки? Роман, я специально для тебя на ликоталоге сделал подборочку. Тебе скидывают эти списки? Конечно. Витя мне пишет пазл сбрось и я сбрасываю. Да, вот именно я пишу. Смотрите, тебе через час ровно автосообщением придёт архив с скриншотами. Вот. И ссылка. Я уже... Пожалуйста, за всякие время. 14.36. Очень хочу просто посмотреть на это. Ну-ну-ну. Смотри, как не ходит уже. Подожди. Как этот... Отложенный, наверное, найти мне? Ну, сходи в туалет, если ты не смыл, там пойдёшь. В общем, всё, что мне вчера пришло в голову, я сюда добавил. И, дружище, смотри. Это разные наушники, но почему-то я уверен, что они тебе для классики подойдут. Самое первое, что мне вообще за годы тестирования наушников пришлось по вкусу, это... Есть такая компания Meza. И у них есть потрясающие наушники Meza 99 Classics. Это деревянные, прикольные, полноразмерные уши проводные, которые просто божественно играют. Они не ровно играют, они там достаточно с заваленным АЧХ в сторону баса, но реально прекрасные наушники. Если ты из тех, кто хочет, чтобы всё ровно было. Ты любишь, когда всё ровно? А что такое АЧХ, ты знаешь? Амплитудно-частотная характеристика. На трех ключей. Да. Ну, ты думал, что... Что асинкронно-частотные... Я не будем уточнять. Если ты любишь когда ровно, как Саша, то Bear Dynamic GT 770 Pro обязательно на 250 Ом. Я считаю, что это вообще идеальное соотношение цены и качества всех наушников полноразмеров. Потому что они идеально годятся и для монтажа, и для сведения, и для музыки. Bear Dynamic GT 770. Это профессиональное решение для студии. Да, они сначала тебе будут цокать. Казаться, что звук вообще насыщен очень сильно высокими частотами, как мой волос. Я когда говорю, у меня сибилянты проявляются. Это не проявляется. Может, ты шепелявишь? Я не шепелявлю. Это ты шепелявишь. Хорошо. Ты тоже, кстати, когда пытались... У меня твое вот это просто в голове. Я когда начинаю говорить, я за хокцины начинаю вот так говорить. В общем, дальше. Sony WH-1000XM4. Какая компания сейчас? Sony. Ага. Вот так. Слушай, а в принципе, ты не шепелявишь. Тебе просто к логопенту сходить. Первый раз ты сказал Sony, а теперь уже смотри, как ты это сказал. Слушай, у всех свои недостатки. У тебя Джимни, допустим. Вот. WH-1000XM4. Прекрасные наушники с офигенным шумодавом, с классным звуком. Современные, крутые, ну они не броские, а круто выглядят. Дальше. Давай по накладным пройдемся. Скажи, вот эти. Тебе нравятся Bowers & Wilkins P7? Да. Я себе заказал такие просто. Это самые лучшие наушники. Да-да-да. Они не про то хрена дорогие, но говорят, что классные. Я хотел их себе брать, но я нашел... Не, а ты их слушал хоть раз? Ну, тест на канале прототивизм. Ага. Не, ну я ж не смотрел. Да, я их слушал. Это очень крутые. Там же арматурные излучатели динамические. Просто крутые. Крутейшие. Чем они мне не понравились. А, ценой. У них сенсорные или не сенсорные? Сенсорные, конечно. Блин. Ну оно нормальное. Да не бывает нормального сенсорного управления. Оно от двух тапов минимум. А, то есть ты не можешь один раз нажать? Да, по-моему да. Слушай, а реально бывает сенсорное нормальное управление? Естественно. Просто Samsung мне так понравились. И цена офигенная. Нет, они вот по управлению, конечно, наушники класс. Я же говорю, цена офигенная, звук неплохой. Но, типа, вот это то, что ты просто управляешь наушники... Это все решается тем, что ты в приложении Samsung Apple отключаешь и ты тогда от двух тапов. От двух тапов ты можешь, но у тебя убирается функциональность одного тапа. То есть поставить на паузу ты не можешь. Нет, то есть паузу в принципе не можешь. Да? От двух тапов, да. То есть это переключение треков и активация шумодава или Airbnb. Короче, да. А на паузу поставить не можешь. И самое интересное, там датчики есть. И ты когда их снимаешь, они все равно на паузу не ставят. Но они там есть в наушниках. Видно, что это красные датчики. Дальше погнали. Если мы уже полноразмеры затронули. Накладные. Я обожаю компанию Odyssey. Она пишется как Audeze. Есть у них модель Sine и Sine DX. Открытое и закрытое. Это магнитопланарные наушники. Просто отрыв башки. Вот если ты никогда не слушал магнитопланарные, послушай. Это просто пушка. Дальше BR Dynamic Avento. Беспроводные. Классные накладные. Это прямо пушка-петарда. И среди TVS я выделил именно две модели. Опять же, только для классики, как ты говорил. Это DVR G-mini и Bowern Wilkins PI7. Короче, друзья, вы можете подумать, что мы так долго на один комментарий отвечаем. Или PL7. Но для людей, которые хотят выбрать качественные наушники, я думаю, что... Ссылочка в описании. Витя вставит. Если не вставит, то не вставит. Роман Уссор. Как вы добились такой долгой работы с батареей? Потому что ми и макбук тратят сильно меньше. Если ты говоришь про макбук на M1 у тебя, то они реально очень автономные. Я уже забыл про проблемы с проводом. Раньше я на 16-м работал постоянно с проводом. Потому что если я монтирую, я чаще всего там работаю, это монтирую. То она типа полтора часа, и ты уже все понимаешь, что все хавайся. Ну да. Здесь я дома, ну я практически не подключаю зарядку. То есть мне хватает всегда... Я в поездку поехал вот сейчас по Украине два раза. Сначала там три города, потом еще два города. И я брал с собой зарядку, и нигде ее не достал ни разу. То есть я каждый день пользовался компьютером, работал, и просто не приходится ее доставать. Да что там говорить? Вот смотри, я в 10 часов в офис пришел, сейчас в 1441. Я не просто текст набирал. Я что-то там запускал, скачивал, мувики, музыку. Вот у меня 56% осталось. Они очень автономные. Если у тебя реально на M1 маленькая автономность, то скорее всего это брак. Ну проверь, что у тебя по мониторингу система хавает. Там какой-то kernel. Хотя у меня, я же говорю, хрон, вы можете посмотреть сколько вкладок. Их реально постоянно больше 50. Поэтому скорее всего это или брак, или мы о разных вещах говорим, или у тебя немодель. Давай. Следующий. Сергей Дружный. Рома и Витя в прошлый раз на вопрос о зарплатах вы посмеялись, как довольно мало зарабатываете. То есть вы сказали 2-5 тысяч это мало? Не, он говорит, что 2-5 мы по-любому зарабатываем. В минимум. Вот. Это реальная цифра? Ладно. Продолжи вопрос. Продолжи вопрос. Тогда вопрос. Либо вы лукавите, либо у вас не все нормально с самоуважением. Столько впахивать, за гроши, на фоне трат Саши, на себя, семью, дом, путешествие. Джимни. И все, да. Джимни там не было. Это я добавил. Надо было оставлять еще то, что там дальше писали. Там человек ему ответил, что про Эйцегут Трип. А этот ответил потом Сергей, что да, деньги мол считать нехорошо, но давайте... Ну не важно. Нет, он сказал, что Эйцегут Трип не приносит столько денег. Ну если людям так интересно про деньги, Эйцегут Трип приносит раза в три больше, чем Кеды сегодня. Ну а дальше... То есть я много раз говорил, что у нас бывают месяца, когда Эйцегут Трип и просто деньги за нас. Ты знаешь, что такое закон Паретто? Не синдром Туретто, а закон Паретто. Ну вообще... Давай. Ну, 82. 82. Да, да. Это в жизни работает везде. Вот я вчера посчитал, я 80% Василий прикладу кедра и получаю 20%. Да. Вот у меня тоже самое. На самом деле шутки шутками. Но я недавно общался с человеком-бизнесменом. У них большой бизнес и сейчас он реально такой цветет, рассветает. Но девушка, это семейный бизнес, она говорит, я хочу вкладывать деньги еще в разные вещи. И она говорит, там, вот есть у тебя идеи, как это сделать, как это сделать. И она мне говорит, вот то, что мы сейчас делаем вот с кем-то там, это для меня просто, ну, хорошо, если в ноль выходит. А там вообще в минус может выходить. И я вот понимаю, что кедр почти 10 лет был как бы моим спонсором, спонсором моей жизни. Ну, то есть это была основная работа. И Цигутрип я начал вести основательно, там, в 2016 году. Деньги он начал где-то в 2019 какие-то приносить. А потом начал стремительно как-то развиваться. И вот в чем прикол, что я вкладывал в Цигутрип как, типа, ну, много денег. И оно не приносило ничего ровным счетом. Просто я вкладывал. Вот сегодня я таким же образом не забиваю на кедр. И на сайт в том числе. То, что мы сейчас делаем редизайн сайта. Я сейчас... Что ты вкладывал? В Цигутрип? Да. Ну, типа, поездки. Покупка вилосельеда. Вот это все. Ты едешь... Вот я в поездку даже еду. Зимнюю по Украине. Втроем, например, уедем. Это на всех все сделать. Там, трансфер, еда. Подожди. Это сейчас, когда ты понимаешь, что у тебя выхлопит. А раньше? В 2017-2018 годах. То есть ты всегда, типа, пацаны, я тут на нуле. Но давайте я за все заплачусь. Я не говорил, что я на нуле. На кедр приносил. Где-то я больше... То есть я старался намутить больше каких-то партнеров. Там я писал, я еду в путешествие, дайте денег, к примеру. Сейчас я вообще этим не занимаюсь. Ну, то есть сейчас я просто планирую путешествие. Я даже не ищу какие-то партнерства. Если приходят потом по факту, то ну окей. Или там заранее с этого кто-то пришел. То вот в этом-то и прикол. И люди считают чужие деньги, но дупля не отстреливают, как они даются. Я вам серьезно говорю. Я, конечно, могу сказать, что есть там большое желание. Вот Вики, я вижу, он упакивает сильно. Про любой возможности я стараюсь какой-то там, ну не знаю, или бонус, или еще что-то. Себе, ну мне иногда становится даже... Не буду, короче. Это вся фигня. Я работаю так, как я хочу работать. Просто я работаю очень много и я зарабатываю деньги. Типа, что ко мне придалбываться за это? Вот люди придалбываются иногда не по делу, потому что... У тебя слава ходит везде, вот вокруг. Ты с этими людьми даже сейчас общаешься, катаешься на велосипедах. Все думают, что ты барыга, которой вот куча рекламы наберешь, что попало расскажешь и на этом... Ты понимаешь, что я с любым из них вот, я не знаю, кто это. Я тебе скажу... Я не знаю, кто это, но я хотел бы, если бы я знал, кто это, вот в лицо сесть и перед камерой обсудить по фактам интеграции или там рекламы, как говорят, тупо хотел бы в лицо посмотреть человеку, потому что он был бы расстроен. Он был бы реально унижен, если бы это на людях происходило. Потому что люди не понимают то, о чем говорят. Вот как с этим же чехлом для айфона. Ты для людей стараешься... У меня последняя такая была тема, когда я на обзор взял первым в Украине велосипед этот Прайд Шоксер. Я его взял... Нет, Jet Rocket, который карбоновый, полностью с аэрорулем. Нет, нет, с аэрорулем, типа полностью карбоновый. А три нет. И он там стоил 140 тысяч гривен или около того, я сейчас уже не вспомню. Но типа дешево для своего класса. И я подумал, блин, я расскажу людям, они будут в восторге. То есть я сделаю людям хорошо. И меня там загнобили за то, что это реклама. Ты пришел, людям рассказал про велосипед, просто как обзор сделал. Они тебя загнобили за рекламу. Я просто так Прайду отдал, говорю, ребят, сорян, велосипед хороший, мне не надо, я типа ничего не... Ну ты сломался, на хрена ты это делал? А что, потому что я не деревянный. Потому что вот эти пишут, ну извините, ну дебилы всякие пишут. А мне или комментарии не читать, или быть как-то коммуницированной аудиторией. Ну я это все воспринимаю. Может не так, как какие-то там неуравновешенные люди, но я это все воспринимаю. Люди, когда начинают писать про там сумки какие-то, про грилы. Да, я зарабатываю с этой деньги. Я вот... Опять же, люди не понимают иногда, чего стоит сделать торговую марку. Кто-то скажет сейчас из юристов, как это легко. Я прошел, два года назад я поддал на торговую марку и заплатил много денег. За торговую марку. Мне на прошлой неделе прислали наконец-то подтверждение. Кстати, торговая марка мне знаешь какая? Гуд. И прикол в том, что Гуд Кафе на Кло. Здравствуйте. И еще там Гуд Кафе, которые с велосипедиками начали рисовать. Сколько стоит торговая марка? Ну я думаю, эта информация нормальная. Чувак, я сейчас не вспомню. Там в зависимости от кведов, по-моему, то ли полторы, то ли две тысячи долларов я закинул. Сразу. И сейчас мне надо закинуть еще по-моему 8 тысяч гривен каких-то там, или две тысячи гривен. Мне прислали. Ну то есть сейчас гривны уже какие-то там, несколько тысяч надо закинуть за закрытие. И там типа, если вы не сделаете до такого-то числа, там 2 ноября или что-то такое. Штраф тринадцати. Да, то аннулирую. А, аннулирую? Да, да, да. Но, а люди это как бы не выкупают. К примеру, айфон. Ну ладно, ладно. Раз речь зашла такая, да. Я не жалуюсь, я зарабатываю немало. Но я взял вот, чтобы купить айфон. Он стоил мне две семьсот долларов. Ты думаешь, что я не буду стоять? А сейчас я решил сказать. Правильно. Давай. Десять семьсот умножить на двадцать шесть и пять. Эта! Семьдесят одна пятьсот пятьдесят. Нормально еще взял? Да, видишь? Я думал, что это дороже. Слушай, порадовал прям. Выгодно взял. Я что думал, что семьдесят восемь и реально так страдал от этого. А семьдесят одна вообще. Я ж помню, ты ж просил одолжить. У меня просто с тобой были, а тебе мог дать. И реально, вот люди некоторые говорят, да мог бы через месяц снять. Это вы так думаете, мог бы. Ты не снимаешь в первые дни, тебя начинают со всех дыхать. Кедр писать. О, все, Кедр сдулся. Уже не выпускают обзоры. Я мог бы его снять через два дня. Но я уезжал по проекту на неделю снимать видео, которые я уже запланировал давно. У меня брони стоят. Я вижу по погоде, что другого времени не будет. Понимаете? В этой жизни завязано все друг на друге. Люди иногда этого, не то что иногда. Те, которые стараются лезть, они этого не покупают. Я, к примеру, живых денег реально практически не вижу. Потому что посмотрите на мою одежду, посмотрите на какие-то базовые вещи. Сказать, что я где-то жирую, я так не считаю. Я хорошо живу. Не понял. Ты сейчас про вещи скажешь, что ты одеваешься как бомжа, а я на этом вещи не не покупаю. Ну что, вот этим джинсам, к примеру, лет 7. Я не знаю. Я не покупал, потому что джинсы в особенной жизни уже очень давно. Он дыка уже, видишь? Ну, я... Я бы с вами злошу ноги тонкие. Если бы как у меня были, ты бы меня лчаще мне тут утирают. Да, то же самое с обувью. Да посмотри на мои контактные обуви. На велосипедку. Не, ну велосипед и опять же за него я деньги не платил. Я здесь, я только за оборудку платил. А я шучу. Я согласен. А так правильно мне раму подарили. У меня даже жена часто говорит, что со мной нормально одета не может? Он на Second Day одевается. А, и мне жена на Second Day одежду покупает. Мы тоже покупали до одного момента. Нет, она сейчас идёт и типа покупает одежду на Second Day. Ну это уже, я поняла, что это просто фишка. Мне Саня пишет, фотку скидывает, взять тебе рубашку на Second Day. Это фишка просто. Нет. Мыслей нет. Какая фишка? Я в магазин не пойду, у меня нет времени. А вдруг мне кто-то пошёл под домом бросать и задастал башку. Фишка, я имею ввиду, это не из-за того, что ты не можешь танцевать с концами. О, подожди. Спасибо. А ты мне можешь тут другое будет? Конечно. Ты меня торчи. Давай пальцем. Сильно. У меня такие брони, как у... Я, ну... Ты хоть мы еду? Да. Спасибо, продолжай. Может мету, конечно. Но было бы прибольно. Блин, что я... Давай кто больше выделил. А ты что стрянула его в ролик? Продолжай, продолжай. О, что интересное мне нравится, я себя чувствую блудём. Да нет, просто про финансы, люди лезут в то, чего они не понимают. Я вот отвечаю вам на миллион процентов, что 99,9% из тех, кто... Просто здравые люди никогда не напишут, не начнут лезть в эти темы. Вам дать поработать в моей шкуре? Я не хочу, опять же, я просто не люблю вот это хвастаться, потому что сейчас начнут про заводы писать. Да давай, завод. Но дать поработать? Да вы кончитесь. Я вот просто отвечаю вам. Мне люди пишут, я не буду сейчас по именам говорить, но вы их очень хорошо знаете. Другие ютуберы там очень популярные, и в Украине, и не в Украине. Которые там за последние несколько месяцев один в больничке с психологическим отклонением лежал, и говорит, типа, я не знаю, как это выносить, как это выдерживать. Я вообще не сказал, кто. Нет, я не скажу, кто это. Я даже не буду намекать, потому что это некрасиво. Ну я знаю, этот игровой чувак Антон Логин. Вот он частенько вот так урабатывается, что по больничкам в этом лазит. Понимаете, люди просто думают, что быть блогером это нахрена благословенно. Я не говорю, что это плохо. Если бы мне это не нравилось, я бы забил. Мне это офигеть нравится. Но это не означает, что это не тяжело. Это обосраться тяжело, друзья. Ну, то есть, и когда это, типа, ты работаешь, ты получаешь какой-то профит. А я работаю, получается, здесь. На ITV3 каждый день что-то делаю, потому что два раза в неделю. На Кедр, там, мы, получается, все вместе. Кедр, Кедр Плюс, Кедр Дыр. Кедр Дыр надо развивать, кстати, чувак. Нас уже приглашают на зарубежные ивенты. Чувак, я тебя прошу, сделай так, чтобы у меня каждую неделю были тачки. Это каждую неделю очередный контент. Подожди, подожди. А есть какая-то палочка? Дай вот эту штуку. Да, сейчас. Сделал. Я на джиме не хочу ездить. Полшебная палочка. Сейчас дам келескопичку тебе. Это чтоб ты хорошо работал. Деньги я зарабатываю. А, я хотел просто хорошее про тебя сказать, но не буду. Ладно, возьми палку, говори. Просто я сюда попал, на самом деле. Я тебя всегда хорошо думал, если честно. Я всегда твои каналы смотрел. Подожди, дальше плохой пойдет. Ну да, чтоб не было плохого. Ну и все пацаны, понятно, ты знаешь, о ком речь. Как бы настроили меня нормально. Когда я сюда попал, я скажу, что по интеграциям, по всем этим, по рекламным обзорам у тебя совершенно не так откладывается впечатление. Всегда, все мне говорили, что продажный чувак. Бог говорит, может нормально, мы в мысли терялись. Когда я пришел в кедр, чуваки, три месяца назад, я увидел то, что на самом деле, Саня, ну бабки, понятное дело, зарабатывают больше, чем каждый из нас. Почему? Не потому, что он там много работает, а потому, что он это все сам сделал. Ну и понятно, он много работает. Он не нанятый сотрудник, он не чувак, который написал ему на почту, типа, а не надо, я тут могу видео монтировать. Он просто каждый день фигачит и это делает уже лет 15, наверное. Поэтому тот заработок, который вы видите, вы сами легко можете посчитать. Плюс он официальную деятельность ведет. Пожалуйста, на сайтах налоговой, я думаю, вся инфа открыта. Ну, кстати, у нас все чисто-чисто. Да, поэтому заходите, смотрите, сколько он зарабатывает, в этом вообще вопросов нет. И я скажу, что, естественно, да. И, ну, я так думаю. Я не знаю. Ну, потому что, если ты можешь всех депутатов посмотреть, то... Я депутат. У тебя нельзя посмотреть. У меня просто тоже так же и сложилось, что я открыл себе и ФОП, и я пытался стать бизнесменом, я там не на продюсера учился. Чем я только не занимался, и поверьте, если вы думаете, что вот он там открыл свою компанию и все понеслось. Ни хрена это нелегко. И то, что сейчас Саша получил на данном этапе жизни, пускай он мне даже дрон не может купить, он заработал сам. И вот такой херней... Пусти еще купить экзамен. Страдать. Ну, Джимми ты это еще. Давай я на себя экзаменрую, там очень дорогой телевизор стоит. А ты еще, как видишь... Ты такую речь мне испортил, я тут про тебя говорил. В общем, несмотря на то, что у него возможно... Макс, хватит подлизываться. Нервный... Витя не согласен. Несмотря на то, что у него какой-то нервный тик, я считаю, что... Не нервный тик, у него... Не, у меня нервный тик реально есть. А таких вот сообщений бывает, которые в чем-то пишут и в чем-то твердо уверены. Ну, я даже не в этом. У тебя... Я знаю, что это такое, когда у тебя куча всего сваливается в один момент, и ты постоянно в голове пытаешься держать, а календаря как такового у тебя нет. А если бы он был, то ты бы там что-то одно не сделал, и все порушилось, и еще хуже. И, поверьте, мало кто может совладать с таким режимом и не быть полностью каким-то дерганым и прибитошным. У Александра Лепаты это, блин, не менее, все получается. Так что... Ну... И сколько ты зарабатываешь? Ну... Что? На самом деле... Я немало зарабатываю, но я не знаю сколько. Потому что я строю дом, и, типа, дом со счет деньги. А был у тебя предел, когда ты в один момент понял, что вот эта сумма, которую ты уже в месяц... Ты уже понял, что тебе достаточно, и какая это сумма была? Эээ... То есть достаточно. Ну, ты вот понял, что ты вышел… Вот на такую сумму... Я вот недавно с другом общался, он с Канадой вот приехал, у него сегодня операция. Он на канадском зал? Да, на канадском. И вот мы как-то так... Ну, типа, со школы просто с ним дружим, это очень классный чувак. И я с ним общаюсь, понял такую вещь, что вот я не знаю, сколько я зарабатываю, Но у меня не бывало такого, что я бы что-то себе захотел купить, ну реально захотел, и не купил бы. То есть я всегда знаю, как решить вопрос. То есть где там, если надо заработать денег, куда написать, какие там правильные, что сделать. И вот мне это нравится. У меня нет возможности сейчас пойти себе купить что-нибудь, ну там машину или ещё что-то. Но ты его мытьешь и легко. Нет, не в том суть. Но если мне припечёт, то меня просто сейчас не припечёт. Потому что у меня в последнее время изменилось полностью восприятие к автомобилям. Причем, самое большое случилось за последние две недели, потому что я понял, что я буду вкладывать в землю лучше. То есть земля стоит столько же, сколько джин. И я думаю, ну нахрена, я лучше куплю землю, зарабатываю денег, построю там таунхаус или ещё что-нибудь, продам таунхаус. Я понял, типа, ну условно, ты там на Прадо можешь насобирать 60 тысяч, а можешь за 60 тысяч купить участок земли и построить половину дома. Просто как ни щеброд мыслишь. А ты можешь и Прадо купить, и земли. Ну вот так, знаешь, тогда во Вселенной посылал вопрос. Сам себе ответил на вопрос, который поставил. Достиг, значит, этого уровня? Не достиг. Потому что я хотел бы себе завтра пойти крузак купить. И при этом, чтобы это не было ударом вообще. И чтобы я не подумал, о, типа, потратил все деньги. Не, ну это, мне кажется, уже излишество. Нет. Я хотел бы крузак себе. 300, я очень хотел бы 300 крузак. Не, ну это ты говоришь прям, это уже очень крутой уровень. И о том, когда ты понимаешь, типа, блин, вот я за месяц там, грубо говоря, поднял, там, двушку, трешку, четыре, не знаю, у каждого. И ты такой понимаешь, что именно в этот момент. Короче, давай так я тебе скажу. Я трешку первую свою в жизни поднял спустя месяца-два, когда вообще как я в жизни устроился на работу, любую. И я через два месяца, я про эту историю рассказывал, поднял 3000 долларов. А, долларов? Да, про гривен. С гривен. Я сказал доллар. Ни хрена себе. Да, это было на тот момент 15 тысяч гривен. Не, ну какая разница, доллар, а не доллар. Ну нет, не настолько, потому что. Курс был какой, пять? Курс был пять. Ну так. Вот, ну в плане все равно, это не так, как сегодня. Сегодня все равно 3000, мне кажется, дороже ценится. А может и нет, конечно, но мне казалось, ну сейчас как и 15. Все по Кока-Коле и бензину. Но тогда, стал ли я лучше жить, нет. Я делал ремонт в первой своей квартире. И типа эти деньги растворились в ремонте, я там сделал, насколько мог его и до свидания. Ну это... То есть, я не достиг того уровня, когда у меня деньги где-то остаются. И я потом думаю, что с ними делать, инвестировать куда-то или что-то. Ну это прям трешка была и дальше уже трешка, трешка выше. Нет, после этого я на своем патреоне когда-то рассказывал, что... Ведь ты щелкаешь. Мне кажется, ты или нервничаешь, или... Не, мой интерес. Или я нервничаю. А, ты моим ледоманом щелкаешь. Я думаю, что это за предмет. Где? А, это Victorinox. Это кутикулы поддевать. Сколько раз тебе говорили? Кутикулы. Это... Отстойный этот. Если что, вот и от ножек. Мне просто многие писали, что ничем от Victorinox это типа офигенно. Вы что, подурели тут? Или у меня и так дырка в голове, блин? А у меня в голове оно летит. Париквайкер сказал, что у меня там голоса разве не будет. Оно летит, и я понимаю, что я сейчас словлю не тем, чем надо. Да или тем, или этим. Выбирай. Вот. А это моя проблема с самой большой в жизни. Я люблю вещи. Я обкладываю с вещами. Я лежу... Смотри, я когда лежу и сериал смотрю... Лучше меня не стрелять. У меня в одной руке GoPro сейчас. В другой телефон один. А рядом другой. Ты можешь просто спокойно лежать? Я лежу, то один потрогаю, потом подожду, второй потрогаю. Ну, ладно. Ну, ты мне отжачиваешь. Я сама. Нет, это не. Мне очень нравится. Я лежу, типа, вот Fold у меня есть, и я вот, блин, классная вещь. Я просто лежу, открою. Ты можешь просто лежать внутри сериала вот так ровно? Нет. Я люблю трогать вещи. Я люблю перевернуть на GoPro. Блин, классно сделано. Вот. Это моя проблема. Ну, типа, люди думают, что это... говорят, что это плохо, мол, потому что... Нет. Я от всего прусь, и, типа, я рассказываю, и этот гаджет классный, и этот классный, типа, я перебываю постоянно. Нет, у меня просто реально много классных гаджетов, я их люблю. Короче, к чему я все веду, что я не достиг того уровня... Скажем так, у меня всегда с детства была мечта пойти в любой ресторан, по сути, и не считать, сколько мне это будет стоить в меню. Такого не было, дед. Какого? Ресторан. Нет, вот сейчас я могу пойти в мой ресторан, ну, как ресторан, не какой-то там на берегу, да, но, типа, нормальный ресторан, там, на Арсенале, или еще где-то. У меня тоже так. Сесть и не париться. То есть, я просто говорю, вот это, вот это, вот это заказываем. Это была моя мечта, она работает у меня. Сказать, что я могу что-то там сверх на сегодняшний день делать, наверное, нет, но с другой стороны, я строю дом. Я считаю, что я все равно молодец, я добился к 34-м годам того, что у меня, типа, уже почти достроен дом, у меня, там, студия есть и так далее. Короче, мы очень долго про это говорим, может, ну, людей реально... Нет, нет, нет. Слушай, чувак, это очень интересно людям и мне очень интересно. Даже в Библии больше всего времени уделено финансам. Не то, что принесите, только и отдайте. Это какой там дом? Мы просто не шарим. Дом? Это... Иск-ц. И, ну, потому что людей это всегда интересовало. Это, типа, самые актуальные, мне кажется, темы для обсуждений. Какие-то срачи у нас на Ютубе, да, и там деньги, кто сколько зарабатывает. Вот людям оно надо, порыться в чем-то. Но вы должны просто понять такую вещь. Вот вам маленькое такое напутствие, скажем так, что чаще всего вот этими вопросами по поводу финансов... Чувак, если ты разобьешь его, я тебе серьезно говорю. Я понял. У вас есть видео... Вон там видеокадеры. Да все, я ограничил досы. Чаще всего интересуются люди, которые хотят себя оправдать. То есть люди хотят где-то сказать, да, посмотри, сколько он там зарабатывает. Типа, или ой, фу-мажор, или ой, от родителей досталось, или какую-то еще фигню. Они хотят оправдать свою бездеятельность, свою лень, возможно. Ну, хотят оправдать то, почему у них нет. Это было в университете. Я сам помню, я таким был. Я приходил, типа, я искал того, кто не подготовился к экзамену. Я хотел знать, что я не один такой лох. И потом мы начинали, ой, да просто там куча работы была, там куча задач всяких было. Об этом мы не подготовились. А если бы все готовились, ты бы чувствовал себя лохом, но ты бы начал готовиться. Так вот, когда ты окружаешь себя какими-то людьми, которые успешнее тебя... У меня очень много друзей, которые, ну, успешнее меня. У меня там одноклассник, который уже строит третий себе дом, у которого Рубикон, а не Джимми. Сколько лет ему? Стулла, одноклассник. А, да классика. То есть я бы тебя проверял. На одну из мира. И я ни в коем, я вообще ему не завидую. Я реально, я недавно общался с этим же другом из Канады, и говорю про него в странице, и говорю, блин, вот я так рад за чувак. Потому что он взял и с нуля добился того, что есть. Он рано встает, занимается спортом, нет хорошей пищи, любит жену, у папы завод, там еще что-то, чего ты не допишь. Поэтому я не знаю людей, которые бы хотели и спрашивали, они там всего в жизни добиваются всего, чего хотят, но при этом ходят и рассуждают про чужие какие-то финансы и думают при этом, а тот YouTube больше приносит или тот YouTube больше приносит. Я не знаю, у меня просто какое-то обостренное чувство, я когда вижу, что у человека куча денег и он прям, он не кайфует от того, что делать какие-то покупки, он не достиг этого. Я смотрю, мне как-то, не знаю, как-то внутренняя жаба такая неправильно просыпается, а когда я вижу человека, который сам достиг, нафигачил, то как бы даже гордость за это, потому что гордость, я максимальное уважение к этому. А у меня реально тут радость за человека, когда он сам, но у меня даже там, наверное, больше из моих правильных соображений, я сильно такой правильный, типа, что чувак не накрал, не схемами, а условно там взял и аграрием стал. Ну, то есть у меня есть друг, который стал аграрием с нуля, типа, он начал разбираться, как там на полях работать, технику потом с дешевой, потом дороже, дороже. Сейчас он, наверное, прокачался, но с нуля. И вот у меня такие истории радуют, что типа, о, в Украине чувак взял и не айтишник, не блогер, не фотограф, а типа на земле работать и у него сейчас большой бизнес свой. Это очень нравится. Я боюсь момента, я вот досмотрел сериал, видишь, этот, «Игра в кальмарах», и там в конце один чувак, я не буду сквадрить, но он такую фразу задвинул, что типа, когда у тебя много очень денег, ну, это месседж этой фразы, и ты типа уже не знаешь, на что их просто потратить. И ты начинаешь просто все какие-то экстремальные вещи придумывать, и я понимаю, что реально, наверное, есть люди, ну, не, наверное, они реально есть, которые ты реально можешь себе позволить и яхту, и машину, и просто упираешься в рубеж, когда это перестаёт, ну, ты перестаёшь быть по этому голову, то есть ты понимаешь, что ты всё себе можешь купить. И мне кажется, вот тут может прийти усталость от жизни, ну, когда ты просто больше вот эти за этими вещами гонишься, а не за какими-то те, которые за деньги не купят. Ну, дальше начинается. Поэтому я всегда даю себе отчёт, и сколько раз я уже про это говорил во время таких бесед, что самое ценное в жизни – это не деньги. И у меня куча из подтверждений этого количества, как я живу. Это их количество. Так вот, если количество большое, то тогда это действительно круто, а если маленькое, ну, значит, вы лох. А я ещё добавлю всё. Я хотел сказать, конечно же, про семью, про здоровье, это очень банально кажется. Пока вы молодые, у вас всё есть, и у меня всё есть. Я мега счастлив, что у меня в семье всё отлично. Но я знаю людей, которые там проходят через определённые трудности. И я понимаю, что я ни за какие бы деньги не хотел бы продать хоть частичку того, что у меня есть в семье здоровые отношения, дети, здоровье и много всего такого, что я жду, что не оценивается в деньгах. А ещё самое важное – не только у них зарабатывать, но и нормально распоряжаться деньгами. Это у меня такая проблема. Я как-то больше тебе… Дрон купить себе. Нет, ну дрон – это инвестиция, считай. Я больше тебе рассказывал, что в честь меня Сэндвич назвали в кафешке. Ну. Ну вот. Потому что мы туда часто ходили, то есть я как-то в один день решил… Ройалти им пределить. Не, не ройалти. Просто посмотри, сколько они на мне заработали. И, чувак, за месяц мы там нахавывали несколько месяцев подряд на 35 тысяч. Каждый месяц. И, ну, ты получаешь деньги, ты там чуть-чуть потратишь. Это много, ребят. Это завтрак и ужин. И это просто с утра похавать какие-то сэнды… Это за месяц? За месяц. Даже меньше там. За 20 дней я это отсчитал. Я понимаю, что… Это сколько ты потратил? Да, да. Сколько просто с моей карточки. Я не хочу успокоить или… Да. Ну, это ты еще в танки не играл. Ну, продолжай. Я понимаю, что, блин, я не так много зарабатываю, чтобы, ну, на самом деле, тратить на это все. Но у меня есть такая проблема. Я захожу в магазин, я хочу купить все, что мне понравилось. Я захожу в кафешку и часто выхожу с такими счетами, что понимаю, блин, если бы хоть чуть-чуть, то я бы ездил уже на другой машине. Я бы уже имел, может, и дом. И в этом мне большая проблема. Что ты делал? То есть, я себе не позволю. Я себе позволяю в месяц два раза суши заказать. Это типа… И сожрать их при нас. Это… Это… Это вообще… Я всего в студию два раза заказывал, но я, чувак, очень был голодный, очень захотел. Вот я об этом же… Ну, мы там, когда заказываем на четверых, это тысяча гривен. И типа… Ну, я пусть две с половиной тысячи гривен я на суши себе позволяю. Несколько раз в ресторан. Ну, у меня типа до пяти тысяч сто процентов уходит семью. Ну, это ты так сейчас думаешь или ты реально учет? Не-не-не. Это то, что я знаю. Просто я умственно считаю. В этом месяце мы заказывали суши или нет? Ну, значит, у тебя правильная трата. У меня нет. Мы любим жрать. Вкусно. Мы любим куда-то ходить и мы это не считаем. Это не правильная. Это в плане, что… Ну, это неправильно. По отношению к тянущему моему заработку, правильно. Просто я бы сейчас тридцать, я не знаю, какие у тебя заработки, но тридцать пять тысяч потратить на кафешку, это, мне кажется, чувак, как быть алкоголиком. Это мне надо пять месяцев, Софья, начать кедрить. Получается правильно? Посчитала семь на девять, двенадцать, десять, шесть, четыре, три. Вот я о том, что, короче, нужно… Вот и пообщались мы, короче. Я зарабатываю 35 тысяч на кафешку. Кстати, те носки ты видел у меня. My life, my goal. Ну, спасибо, спасибо за… Отличный вопрос. Это, мне кажется, самое живое у нас было общение. Уж ты! Та же фигня с понижением яркости на iPad Pro. Я не просто так оставляю такие вопросы, потому что каждый из них открывает еще больший занавес из того, что происходит. iPad Pro до появления M1 в танк. Перешел из-за этого на Galaxy Tab S7. И вот здесь интересно то, что люди, ну и я в том числе, говорили о том, что планшеты на Android не существуют. Но они существуют, но они никому не нужны. А теперь я так подумал. Чего я такое говорю? У меня, у самого Galaxy Z Fold только для танков. Это значит, что намного более дешевый планшет, там Tab S7, например, легко у человека может быть только для танков или какой-то другой игры. И Apple, получается, таких людей просырает. Человек с iPad Pro не может играть в танки, потому что понижается ярко. Да, там идет без триза, без всего возможно. Но ты просто не видишь, что происходит на экране. Покупаешь Tab S7 или в каком-то случае Fold. И на них игра идет. У меня iPad Pro лежит сколько. А все почему? Потому что, ну да, там он еще и большой и так далее. Но по сути я бы на нем не смог играть в танки, потому что он бы занижал яркость, а Fold не занижает яркость. Это отличный пример. Спасибо, что написал. Дальше вопрос про наушники. Опять Александр Аксюта. Привет, какие наушники, на вашу думку? Airpods, Airpods Pro в свете Android. Укроема похожие модели за закупность характеристик, звук, дизайн, зручник и т.д. Можливо, какие-то, наверное, краще по звуку, за лужайчик, все равно стильными и зручными. Ну, друзья, на самом деле, если брать как девайс, то здесь только, наверное, Galaxy Buds и Huawei, и K3 Buds. Подожди, какой Galaxy Buds? Они есть те вот у нас Galaxy Buds 2. Ну, я вообще так же и про Huawei, я про все наушники. Потому что они усредненные по звуку, там нет такого, как у Sony, типа, вау, или как у Bower & Wilkins. Они все играют в среднем, но при всем при этом они прикольно работают со смартфоном, они быстро коннектятся, у них расширенная функциональность, они всегда выглядят аккуратно, они нормально сидят. Вот, допустим, Huawei-ские, ну, реально, как AirPods 1, и у них классный шумодал. Поэтому я бы только вот Samsung и Huawei-с. Я в Samsung могу путаться, Galaxy Buds Pro это не те, которые как бобы. Бобы, которые без резинки. Бобы это опрошки, по-моему, внутриканальные. Короче, мне вот те, что сейчас были, они очень понравились, те, которые сейчас у меня вот были. И по соотношению все на качество офигенной, кроме сенсорного управления. Будь у них все хорошо с сенсорным управлением, я был бы реально в восторге от них. Дальше. Денис Ершов. Я уверен, все бы подождали неделю обзора, так стоило ли оно того. Это про iPhone. Я уже сказал, что во время нашего обсуждения длинного, что я, может быть, и подождал бы, если бы мне пришлось ехать по Украине и снимать видео. Я просто не могу планы переносить из-за съемок iPhone. Еще один комментарий, раз я на это уже отвечал. Мистер Монг, это танковый стример и обзорщик. Он постоянно пишет по нашим видео, смотрит наши ролики, я знаю. И он написал полезный комментарий. Я, кстати, им скорее всего воспользуюсь. Снять со старой камеры и поставить на новый объектив вообще не проблема. Речь про Sony. У нас там лежат сейчас трубики Sony и у одной там подхарапанная линза. Не, она, кстати, еще не трубик. Они сейчас прямо на нее снимают. Там три именно трубика. У одного матрица, этот, материнка сгорела. Карточка не видит. И две с отслоившимися линзами или чем-то таким. И вот я бы хотел с одной самой своей старой оптику переставить на ту, которая нормально работает. Ну просто оптика не работает. Я скорее всего тебя зашлю. Спасибо, что ты сказал. Я с тобой свяжусь. Он даже пишет, что там просто шлейф снять и так далее. Сборка у Sony всегда была через одно место. Особенно в телефонах и так далее. Но поменять объектив не беда. Если не захочешь поменять, присылай мне. По почке я поменяю. Я скорость не обещаю, но с работой проблем не будет. Я все под микроскопом делаю. Это Мистер Булкут этот? Да, да. Ну тут прикольно. Может мне хоть достанется? Ну он постоянно пишет комменты под всеми видосами. Ну да, ну да. И ты мне еще в первом нашем блоге говорил, что он там есть. А кто тебе достанется? Ты там все заперел? Ну экшн камеру. Я вот сейчас пытаюсь ее купить, нигде нет. Реально экшн камер нет. Да. У меня есть одного друга, он ей не пользуется, но паскуду не продает. Я сейчас просто найду ту, которая с нормальной оптикой, ее легко определить, потому что там карточка не читается. И я тебе вышлю ее, напишу, отсюда оптику взять, а вторую, которая нормально работает, но оптика плохая, туда она будет вставить эту оптику. И у нас будет еще одна камера. Так может он выкинет материнку и вставит другую материнку, там где нормальная оптика еще? Выкинет материнку и вставит. Ну? Материнку можно, у меня же три камеры. Из одной ты берешь материнку в ту, которая не читается. А нет, не получается. А оптику где еще одну целую взять? Ну у тебя четыре камеры. Три. Трубика три. Трубика три, но четыре камеры с одной поцарапанной линзой. Четыре камеры, но одна из них рабочая, с поцарапанной линзой. Ну, тебе надо линзу заменить и материнку. Нет, на нее нет линзы. У меня просто есть одна с целой линзой, но не рабочей материнкой. И две с плохими линзами. Добро пожаловать в мир Sony. Сони Бои, привет. Че как? Несите microUSB. Давай. Вчера ехал на велосипеде, думал подснять какой-то кусочек чисто на камеру. Как неудобно. На обычную. Телефон? Нет, на G7. Телефон идеальный. Нет. Я на этом все разнимал? Дай мне поснимать вот так. Телефон? Да. Ну во время действия. Сейчас подожди, посмотрю. Нет, подожди. Сейчас. А вот. Телефон. 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 Ну, а потом перестал туда ходить, потому что они велик функцию кормки, по-моему, или открыть бутылку. Они мне постоянно говорили, что, если хотите, приходите с вином, ну, вам ее откроют. Ну, я пришел с вином, мне говорят, 400 гривен открою. Я просто такой, знаешь, я им опилил столько денег и постоянно штори с там все дела. Ты даже рекламу делаешь за деньги, ну по-любому за деньги, они мне как-то угощали за деньги, тысяча две я заработал на них. Кстати, хочу сказать, что почему-то вы в сообществе YouTube KEDR Plus не пишите вопросы в основном, но когда я в своей инсте задаю вопрос, то вопросов куча, поэтому я сразу же вот тут инсты свои вопросики подключал. Мистер Десэмберман пишет, Макс, что ты скажешь о Pixel 6 и о пикселях в общем, также Pixel Bass? Прям экспертно я вам не отзовусь в этих телефонах, единственное, что я скажу, это единственные Android смартфоны, которые вот прям с первого поколения мне очень сильно нравятся, потому что это голый Android, это так как, это тот смартфон, который задумывался самим Google, когда они проектировали Android, и если бы вот в мире не было нормальным смартфоном на iOS, и мне бы пришлось пользоваться Android, это был бы только Pixel. Pixel Bass, офигенные наушники, я к сожалению не слушал. Так, ну хорошо, перейдем к тому вопросу, который один из тех, который должен был сделать мою жизнь проще, Артем Мухин. Газ, автояркость можно выключить, настройки, универсальный доступ, дисплей и размер текста, автояркость, на этом перечисление заканчивается, в том, чтобы все перестали мучиться. И я подумал, ну неужели, я посмотрел все обзоры, которые там, ну много обзоров посмотрел, зарубежных наших, все сейчас говорят про то, что у iPhone пониграется яркость, вот что-то в этом году начался тренд на это. И я думаю, ну неужели никто не нашел этого пунктика, зашел, выключил, начал играть в танки, и реально два боя яркость не понижалась. И я поначалу такой, капец, вот это чувак помог. Но на третий бой она понизилась снова таки на 50 процентов, поэтому все. Это явно проблема в танках, ну для... Для чего тут танки? Возьми вот на этих же настройках, проедься на навигаторе, вот когда вы будете ехать с анюточкой, ну не на твоем джимнике, а на ее, у меня сейчас, я так понимаю, просто нету в Apple CarPlay. Просто повесь и, возможно, это решит проблему, потому что мне задается... В навигации ситуация такая, что это не так быстро срабатывает, оно вот бац, и на определенном моменте я поднимаю, а яркость не поднимается. Да, ну это приблизительно около Житомира, если едешь во Львово и сюда. И это... У меня всегда так. С дроном тоже надо, чтобы солнышко наслетело, там не так сильно нагревает, как игры. Что с дроном? Когда ты с дроном управляешь, iPhone тоже понижает яркость, и ты не видишь, что происходит на экране. А в играх, во всех требовательных играх такая фигня. При чем тут танки? Там писали про танки, типа, что это криворукие разработчики танков. Нифига, ребят. Ну, типа, тогда все разработчики игр криворукие. Это не правда. К сожалению, не работает. Артем, спасибо тебе, но твой совет не сработал. Пишет Костес. Кстати, чувак, который постоянно все твои видосы смотрит на Кетри и мои тоже. Макс, go TransUkraine. И сразу тебе вопрос. Как ты к этому относишься? Знаешь, что такое TransUkraine? Конечно. Я очень хорошо отношусь к Йохану и Устину, как к пацанам, которые развивают движение в целом. Ты что? Ты прочитал мой ответ. А, нет. А ты даже ответы... Я просто написал, отношусь с уважением, ну, с ним вообще мой кентуша, поэтому... Не-не-не. Мы вчера к ним даже ездили, типа, общались. Я с удовольствием всегда с пацанами общаюсь. Но мне не нравятся, во-первых, соревнования, во-вторых, соревнования такого характера. Я их по образу не понимаю. Объясняю, почему. Я люблю приключения и путешествия. Я могу проехать просто ту же дистанцию, но ехав, просто едя и наслаждаясь всем, что происходит. Когда я начинаю это подписываться под какую-то дистанцию на скорость, я в любом случае... Ну, вот многие говорят, я просто поеду отдохнуть, посмотреть на все. У меня психологически все, значит, надо топить. Я не выиграю ее, я не получу удовольствия, я просру больше недели времени. Нафига оно мне надо? Вот в чем вопрос. Ну, это такой, как бы, челлендж себе прикольно. Какой челлендж? Ну, в дичь такую попасть конченую. А может, чтоб машина мог бы переехать? Ну, челлендж. Не, ну почему? Ну, типа есть вещи, которые я на сто процентов уверен, что мне не понравятся. Зачем? Не знаю, мне тоже, я просто такое уже не как ты, что это какая-то бессмысленная трата времени, а еще и денег. Не денег, а деньги вообще не вопрос есть. Ну, времени в основном, да. Времени ты столько... Но, вот... Слава, я еще... Ссори. Ссори. Ну ладно, договорим, хорошо. Я договорил. Все. Я этот... Я бы еще, может быть, рассмотрел, но вот прикол в том, что для меня потратить столько времени, это в любом случае, ну, по артецитике деятельности, я должен привести какой-то контент. Оттуда вести контент мне вообще не интересно. Там каждый второй что-то едет, снимает. Типа мне просто привести очередной контент с Транс Украины, ну, вообще никакого кайфа не принесет. Понимаете, то есть у меня уже профдеформация. Я не могу поехать в отпуск с семьей и не снять видео, к примеру. Я по-любому еду, значит, я снимаю видео, что бы я ни делал. Согласен. И это должно быть, ну, как-то уникально и интересно. Не, я бы тут... Да, мне даже... У меня вот эта штука, особенно с появлением ребенка, вообще напрягает, потому что, ну, сколько, там, две недели надо колбаситься. Это прям напряжно. Но в следующем году, может, там, просто на какой-то отрезок приехать или помочь пацанам, я с удовольствием. И сразу давай следующий свой вопрос. Димас Карбас, почему-чка смотрю не про телефон, а про камеры? Почему блогеры не понимают, что люди сфоткали и пошли? Всем все равно, грубо говоря, он написал, на камеры в основном. Если бы всем было все равно, то также Apple бы не тратил большую часть презентации на информацию про камеру и то, как они ее улучшили. И поверьте, если бы всем было все равно, то блогеры бы не рассказывали в основном про камеры. Просто в смартфонах сегодня все, что меняется, это камеры. Это основной двигатель прогресса сегодня. И то, что становится сильно лучше, и то, что востребовано. Поверьте, не было бы этого востребовано, этим бы никто не занимался. Это рынок. Сильной рынок. Знаешь, где он находил подъезд? Сильной рынок. Миловская площадь. Знаешь, где он находил? Пожалуйста, почитай вопросы лучше. Роман 070707. В какой программе слушаешь аудиокниги? Расскажи. Какие программы ты налтел? Знак вопроса. На самом деле все просто. Я очень часто слушаю книги на YouTube. Вчера я ехал, решил какую-то книгу послушать. Аудиокнигу. Как изобилы мне чеха палата номер 6 высветилась. Я вот уже половину прослушал. И это прикольно работает, когда у тебя есть премиум подписка. Ты себе свернул, смотришь на карту, едешь и слушаешь. Ну, а если нормальное приложение, то это Bookmade и Storytel. И там, и там ты можешь ее и слушать, потом читать. Большинство книг, кстати, я такие делаю. Дома почитал, потом в машине послушал. Если что-то не понял, пока едешь в пробках и матюкаешь на других водителей, то потом перечитал дома. У нас есть проблемы. У меня только 9-й комментарий из 24-х. Да. Уже 55-я минута. Уже 55-я минута. Давай быстренько. Давай, давай. Да сам добиться. Pro или Pro Max? Ребята, посоветуйте, что брать. Может, кто сталкивался. Сейчас у меня iPhone 7. Люблю снимать видосики. Хочу приобрести iPhone 13 Pro Max, но не уверен, что будет потом комфортно в использовании, что скажете. Я тебе советую взять iPhone 13 Pro, не Pro Max. Потому что после 7-ки он тебе будет все равно больше. Экран будет намного комфортнее. Но при этом ты хоть не будешь так сильно страдать от габаритов. А автономности, то из-за чего можно было бы взять Pro Max, тебе, по-своему, с 7-кой будет настолько много в обычной Pro. А видео и все остальное сегодня 15 Pro снимает точно так же, как Pro Max. Мне же захотелось реально купить эту 13-ку. Мне просто надо потестить, как она снимает вложки, а-ля на велосипеде. Пока они фронталку не сделают, нормально. Так, на хрена мне надо фронталку? Ты когда на Sony снимаешь, ты видишь себя? Понятно. Где? У тебя там где-то сигнал подается? Ну вот смотри, если бы видео сейчас не было, то мы бы на себе экранчик повернули. Не на эту сонку. На X3000. А, на X3000. Такотлка какая-то. Ты просто развернулся, говоришь, широкий угол, вот так тебя снимает. Да, но там ты не коснешься экрана случайно, чтобы остановить видео. Ты пишешь, а я напишешь. Да нет, у тебя просто пальцы видно, ты не привыкший. У меня прям одно движение. Чук-чук-чук, все, я себе снимаю. Это идеально. Если это было хорошего качества, если 13-ка хорошего качества, я даже готовил себе купить и снимать вложки. Блин, ты меня реально заинтересовала. Вот я возьму и попробую снять. А как ты с ветром справляешься? Все, что ты видел в этом путешествии, это было один процент на микрофончик с дедкетом. Потом он у меня отвалился, я его где-то потерял. Я все снимал вот так. Нормально, ну согласись. Не, качество как полотонное. Я про звук. Ну, про звук, да. Нормально. Ну, то есть это ты просто едешь, оно задувает и все. Главное... Хорошо, ну другой вопрос. Да, мы коротко отвечаем на вопросы. Сейчас в две части будет. Себа сын. Так вот, следующий вопрос. А как ты скидываешь потом видео? Ну, давай я просто моделирую ситуацию. Я сейчас еду в путешествие. Да. Ты уже сам едешь. 7 дней снимаю. Ну, ты же отморозился. 7 дней я снимаю. Я наснял, к примеру. Ну, причем проблема-то еще какая. Ты снимаешь видео, ты потом снимаешь планчики. То есть на каком можно и планчики снять, и видео, и стендапы. Потом ты фоткаешь. То есть фоткаешь, фоткаешь. Потом ты делаешь скриншоты, потому что у тебя там какой-то поработишь. Потом еще что-то. У тебя вот в галерее получается каша из всего. Да, а есть папка скриншот и видео. Ты снимуешь именно видео, хорошо? Как ты их потом скидываешь на компьютер? Подключаешь к макбуку, заходишь в Final Cut, выбираешь в источнике iPhone. Ждешь, пока проживаешься, выделил все. Но оно тебе в лаберее скинуло. You understand me? Мне кажется, оно так долго скидывает. Нет. 200 гигов всего-то за неделю где-то снимает. Нет, очень быстро. Ну да, и другой еще вопрос. Где хранилище взять? Я не на терабайт купил iPhone. Я уже, кстати, пожалел. Не, я каждую вот эту поездку я сбросил, все снес. Потому что у меня iPhone 128, с того путешествия я принес 68 гигов инфы. Ну вот у меня сейчас 68 гигов инфы не поместится, просто понимаешь? Просто ты должен понимать, что вот этот объем тебе нужен данных, ты это очистил, снял и потом удалил. Ничего тяжелого в этом нет. Фото 222, 29 гп. Боже, ну DJI Fly, ну кэш удали, это же элементарно. Оно тебя просто грузит кэш, ты понимаешь? Как его удалить? Зачем его удалить? Я нажал, оно зависло. Ну ладно. Теперь что делать? Да. И ты вспомнишь, теперь мне надо каждый по отдельности его так удалять. В DJI Fly ты должен выделить ручками все. Да, удалить все. Да. Завалочка, выделить все, удалить все. Ну давай мы это сделаем, хорошо. Ладно. 55 гигов кэша, ты представляешь? Он его даже не вязает, это никому не нужно. Кэш. Он такой, понимаешь? Ну нет, конечно, DJI Air 2 уже тупо УСД. Я его пишу осознанно, потому что если вдруг он прокрется где-то, то я эти видео смогу использовать как-то на продакте. Ну видео так себе, но фотки можно. Я вчера вот эти фотки выложил. Альбом? Давай, значит, альбом. Я регулярно чищу это потом с карточки, потому что она сбивается тоже. Если долго не чистить. Вот. Ну давай посмотрим, за какое время у меня здесь последний кэш. Пища доцениваю в 2-го года. Ха-ха-ха. Вот я на вертолете, значит, лети и снимаю. В вертолете у нас везде DJI. Слушай, ну не так давно, это все этого года. Это с этого года. Вот так нажимаю. Нажимаю. Вот. Выбрать все. Где выбрать все? По-моему, вот так. Уверен, что хотите удалить. Удалить. Ну какой-то ты уже удалил. Ну грубо говоря, тебе надо теперь вот это все пройти. Ну чувак, ну это не тяжело. Там просто группами удаляется. Допустим, одна съемка, один день у тебя. Как все проще на андроиде? Просто папку удалил и все. Ну это на андроиде. Ага. То есть мне сейчас реально надо пройти и выбрать все файлы? Пока удаляешь, я буду читать папку. Днепровский точка S. Два года назад покупал Samsung S10E за 400 бахов. На что поменять в эти же деньги? Важно IP68. Я отвечаю. За 400 долларов? Да. Это Samsung Galaxy A50 2.4. Из того, что... Саша, мы же запись идем. Понимаете, что происходит, когда кто-то звонит? Я считаю, что... А ты что скажешь? Samsung Galaxy A50 2. Есть у меня... Понимаешь, в чем еще прикол? Ты выбрал вес на 4 гигабайта. Человек будет страдать. Ну, не важно. Нет, это важно. Чуть-чуть добавишь, и у тебя будет больше. С одной стороны, ты прав. Потому что влагозащита человеку нужна. Ну, что еще... Ну, тут 90 Гц. Здесь нормальный дисплей. С влагозащиты просто ничего нет. Нормальный дисплей. Это тоже. Есть вот эти конченые. Дуги, дуги. Вот эти китайцы. Если от этого отталкиваться только, то да, ну, бери только на 6 гигабайт. Потому что на 4 гигабайта многие очень люди жалуются. Так, ладненько. Следующий вопрос. Удаляем. Значит, удаляем все файлы. Давай пока отвечу. Следующий вопрос. Ты пока удаляй. Говори. Якобчук Роман. Отличается микрофон у Sony WH1000XM4 в сравнению с прошлой моделью? Насколько я помню, он не отличается. Возможно, доработали какие-то алгоритмы, но сами модули микрофонов на одном и том же уровне. То есть, для накладных слэш полноразмерных наушников, там, нормальный микрофон, им можно пользоваться. Если у тебя сейчас выбор взять новое или старое поколение, тебе прям важен микрофон, то, в принципе, все равно. А не все равно, то же чувак. Здесь DJI, конечно, виноваты, но сделано это очень плохо. Тупо вот так удалять файлы по одному. У Саши файлы по одному. Денис Кудряшову пишет, когда видос с Байдаром? У меня еще есть видос с Байдаром, который 100 лет назад отснял. Хочешь, я могу смонтировать для этого? Ну там прикольно. Это та же компания, мы его снимали... С тем же чуваком, который стоит и смотрит в форме Ленина. Димончик, это ты. Ха-ха-ха-ха. Ты лучше сделал это видео, Димончик. Нет, там Димончика, кстати, небо. Но видос интересный. Я его не хотел выкладывать никогда, ну не хотел монтировать. Вообще на свой канал ничего не хочу никогда делать, потому что никто не смотрит, и мне обидно. На тот видос, который, возможно, вы смотрели с Каменца Подольского, потратил целый день монтажа, и потом еще ночь на правке, ну там чуть-чуть, когда ты им прислал. И мне обидно, когда ты теряешь столько времени, и оно никому нахрен не надо. Макс, вот так еще десять лет, и будешь дом строить. Как? А, нет, дай дом. Да это вот, бабуля! Подожди, мне сейчас двадцать восемь. Не-не, на свой канал десять лет работаешь, нифига не получаешь. Нет, это другое, это совершенно другое. Потому что когда Саня начинал, конкуренции не было. Сейчас... Сейчас же велоблогеров всех развелось. Таких, как я, просто... Нифиги, в целом. Ну, типа, я себе супер. Мы даже кедр начинали, мы были первыми. Ну, я про кедр. Я вообще про... Вот про то, что... Ты думаешь, я тогда не пробовал? Ну... Не-не, но я думаю, за десять лет, если он будет пилить этот контент, он у него будет расти. Ну, более-менее в качестве, в подаче. Ты так одно к другому приравниваешь. Если он будет пилить, если он будет расти... Да. Не, оно не рано. Не, ну, если десять лет выкладывать видосики, и как-то проявлять активность, за десять лет можно набрать хотя бы сотку. За десять лет. Руслан Верин делал охренительный контент несколько лет. Нет. Вообще нет. Я не говорю сейчас про продакшн. Он крутой чувак. Вот я прям не интервью... Да, да. Возле твоей интервьюшки я начал, я подписался на его канал, про Салан Чакса смотрел, про Америку. Ну, блин, ну подача... Это уже дело вкуса. Многим нравится. Я говорю, что про контент, он уникальный, и это один из таких самых экстремальных контентов. Да, но тут я... У него за несколько лет было полторы тысячи подписчиков. Так что, сделал одно видео я с ним, плюс восемнадцать тысяч там за две недели. Так что, это все-таки... Плохо над пиаром работать. Это тоже важно. Ну, пиар не пиар не важно. Не, ну, ты понимаешь, если ты выкладываешь фотки в инстаграм, вот, да, и у тебя там сто друзей твоих, и ты нигде себе не хэштеги не делаешь, нигде себе не рекламишь, никак у тебя через год будет сто твоих друзей. У тебя не будет там прирост за счет чего-то. Ну, понятно. Короче, поможем человеку. Василий Москвин. Думаю, между 12 Pro, Pro Max и просто 13-13 Mini взять прошлогодний топчик или новый. Конечно же, в данном случае прошлогодний топчик, бери 12 Pro Max, там камера получше, если тебе камера важна. Потому что 13 и 13 Mini, то есть 13 Mini еще имеет смысл, потому что он стал автономнее, если тебе нужен маленький телефон. Но именно по производительности, по камерам, 13 и 12 отличий очень немного. Ну, лично, по моему мнению. Вот, Прошка в этом году прям хорошая. Так, монтируешь байдарки? Ну, я не знаю, человек, покажешь, что у тебя там на телефон снимал? Покажешь. И на телефон, и на камеру, и все, что было. Ну, на телефон. Ну, покажешь кусочек. Ну, там типа как Саня, только мы сплавлялись на байдарках вместе с кухней, со всем. Ну, контентик готовили что-то. Да, там прям вот на огромный дом. Ремонтируй, если что, и обведем ложек. Хорошо. Буква лист. Проблема с глухим звуком. Вот. Это вопрос лучший в этом выпуске. Не считая про букву конечно же. Буква лист. Проблема с глухим звуком GoPro решается очень просто. При монтаже вручную добавляешь высоких частот, и все, звук становится практически габусоньки. Одна секунда работы, монтажа, при монтаже и проблемы нет. И я так сначала тоже типически отнесся. А потом, я просто этого нигде не читал. То есть я опять же куча обзоров посмотрел. Все там говорят, ну для влога звук типа хуже, понятно. Я захожу сейчас, у меня на проекте лежит, не сматирован еще вложек из GoPro. Поднимаю в эквалайзере частоты, последние три ползунка типа по чуть-чуть поднял. Там даже есть потом, мы нашли этот, Voice Enhance, что-то такое. И звук становится как у Соньки. Ну очень хороший звук становится. Прямо вот он, ты все эти С слышишь. То есть оно если так как из банки, я просто потом включаю, выключаю к лазер. Из бочки. Включил офигенно. Из бочки. Офигенно. Теперь я просто буду на нее чаще снимать и добавлять этот пресет. Реально офигенно. Да, учитывая то, что Саша знаете как слушает звук. У него закрытый ноутбук. Динамики с закрытого ноутбука идут где-то слева от него. И блин, и как ты можешь звук выкнуть? Я знаю. Я подстраиваю. У меня автоматически деподр стоит, что оно и какое оно есть на самом деле. Ну я слышал, когда вы это делали. В наплыве чуть-чуть помогает. Но я думаю все равно те люди, которые будут на нормальной технике слушать твои обзоры, то... Ну типа как я. Я на мониторах всегда смотрю твои обзоры. На мониторных колонках. Или на мониторных наушах. Я всегда слышу все минусы звука. И Sony он хороший. Ну реально для камеры он хороший. Я думаю, что они заметят разницы. До этого я думал, что разница будет критична. А если ты не мешаешь звук Sony и GoPro, то здесь разница настолько будет небольшая, что люди даже не поймут. Ну дай-то Бог. Тогда это тоже одно из крутых решений лично для меня. Так что спасибо тебе большое. Так как GoPro мне очень часто нравится, то твой совет прям пришел себе капец кстати. Давай дальше. Демонхарт пишет. ЛГБТ сумка. ЛГБТ сумка. ЛГБТ. Подожди, не ЛГБТ. Группа есть такая. ИГБ. ИГБТ. ИГБТ сумка для студента будет. Такая в которую влезет ноут и пара бумажек. А может что-то еще. Сумка для студента в которую влезет ноут и пара бумажек. Слушай, ну... Ну вот влезет в эту... Ну вот в ту, которую ты мне вчера дал, там тренажка на рублей или нет? В сумку сумку? Или как в сумку? Мне кажется, нет. Надо пробовать. Ты что меня забрал, я не могу... Понимаешь? И вот ты забрал, и я понял, насколько она нужна, только когда ее у меня не стало. Потому что мне вот сегодня пришел человек, говорит, а покажи, ну у нас поработить был. Покажи сумку, а нечего показать. Я сейчас езжу по Киеву, вот мы два дня ездили, и мне рюкзак нужен был, и я забираю какой-то тест, который неправильный. Спасибо, что позвали вчера покататься. А что ты мне написал? Чек, мы на самом деле очень быстро ездили, это не выиграет. Да иди. Так же быстро, как в том путешествии, когда я вас обогонял постоянно. Ты нас ни разу не обогнал. Только один раз. Один раз! Там станутся. Ты такой, я просто еду, вас жду, жду. Потом завтра у Максу улетает вперед. Ну ты думаешь, дурак, что ты какой-то, что ты летишь? Нет, у меня одна пхила всегда. Если я начинаю под кого-то подстраиваться, я просто теряю этот и начинаю вообще медленно ехать. Поэтому мне надо быстро заехать, и все, и дальше ехать в обычном вашем медленном тейпе. Шпротик, шпоинь, 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 шпоинь. Мы с тобой не поедем, я бы хотел очень посмотреть на твой медленный тейп. Давай я почитаю. Ну давай. Юрий 2876. Вопрос, Саша. Хочу купить iPhone 6,7 дюймов Max. 6,7 дюймов. Здесь просто 6,7 дюймов Max. Теперь iPhone 6,7 дюймов. Просто я не знал, что iPhone можно назвать iPhone 6,7 дюймов Max. Потому что теперь я должен думать, что это все-таки 12 или 13. Потому что и тот, и тот 6,7 дюймов. Как он в повседневном использовании в плане удобства? Есть большая разница с 6,1 дюймов? Возникает ли у Саши желание заменить свой iPhone Max на более компактную модель? Или у него таких мыслей даже не возникало? Смартфон чаще всего нашел в кармане. Я очень хотел бы себе обычную крошку. Самое главное, что меня сейчас останавливает, это автономность. Все-таки для меня лишние полтора часа, к примеру, это все-таки критично. В основном, даже учитывая то, что я иногда могу сыграть во что-то или еще что-то, я не играю сейчас на iPhone, чтобы жертвовать вот этим доптом. Бери обычную крошку, если вот... У нее тоже, кстати, автономность неплохая. Я до сих пор думаю, а не надо было ли взять обычную крошку? В этом году это прям хорошо. Отлично. Согласен с тобой. Давай сразу подхватывай, да. Edifier S360DB, как тебе? Есть ли смысл подключать оптическим кабелем или оставить аналог кап? Что такое оптическое кабель, знаешь? Ну, конечно. Что? Ну, это кабель из объектива. Да. А чем он лучше от аналогового? Ну, аналоговый это, который, как эктамент, видишь? Да. Ну, вот... Аналоговый. Аналоговый? Да. Тогда это как аналитический. Аналитический. Аналитический, да. Так же, как акно. А просто, да, я уже забыл правильно, аналитик или аналитик. Ну, там в зависимости от правописания. Если пасть символ, то... Э-э-э! А? А там ручка есть? 23, да. Э-э-э! Я скажу, что офигенные колонки. Классная очень система звуковая. Она не зря стоит, там, по-моему, порядка 10 тысяч рин, может, чуть даже дороже. Смотри, по оптике, оптика тебе просто даст возможность передавать наиболее качественный сигнал. И это упирается в то, будешь ли ты слушать какие-то флаки, DSD, аллаки, там, я не знаю, хай-фай подписки в Tidal. Тогда, да, тогда имеет смысл заморачиваться по поводу оптики. Если же ты будешь слушать музыку, там, в обычных каких-то YouTube Music, Apple Music, то особо заморачиваться нет смысла. А если же ты еще хочешь дальше капнуть, то можешь и позолоченные кабели брать и какие угодно. Ну, сами колонки, сами по себе, они классные. Я тебе хочу сказать, что мы очень хорошо продвинулись. Помнишь, час назад мы говорили, что было 9 вопросов из 24? Да. Сейчас мы уже на 13 вопросов из 24. Мне осталось 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 вопросов. Отлично. Мы хорошо продвигаемся. Иван Масченко. Вопрос для Саня. Он видел, что от Xiaomi выпустила джимни? Она называется Xiaomi Mi Suzuki Jimny. Да, у меня вот там стоит. И не только от Xiaomi, там куча всяких джимни. Их там два. Нет, там их, чувак, не два. Там их четыре вроде как минимум. Они же отсюда два. Он на радиоуправлении или просто складной? На радиоуправлении. Ой, классно. Или просто складной? Мне нравится, когда этот витя витя укорует. Я тоже с этим и так рад. Я зову Макса для того, чтобы Витя себя чувствовал высшим разумом. Высшим разумом. Просто на монтаже вот эти его крики я же отдельно выделяю и замешаю. Да, он сейчас понимает, что каждый раз... Ладно, я не буду, я буду ровно говорить, ровно. Слава богу, у нас есть запад. Он идти три. Задал этот вопрос для пакет в патреон, но ответа пока нет, так что продублирую. Я, кстати, его не нашел, но... Я его не нашел. Но отвечу здесь и подписывайтесь на патреон, мы там отвечаем, как видите, на все вопросы. Вопросы! Что-то меня вообще кофе походу перепил, блин, это эфилопия ваша. Смотрю машину в районе 7-8 тысяч долларов и один из вариантов это Renault Fluence. Так как ты владел им долгое время и, если не ошибаюсь, твою папу сейчас точно такое же. Можешь посоветовать, на что обратить внимание при покупке, какие моторы и коробки можно рассматривать, а какие нет. И вообще стоит ли его рассматривать или лучше найти что-то другое. Я бы не рассматривал Fluence по той простой причине, что он седан. Седан априори не может быть хорошим. Я бы рассмотрел либо Hatchback Megane 3, либо Universal Megane 3. По качеству и по долговечности эти машины уже проверены временем, если ты найдешь хороший вариант. Они офигенные. У меня у друга Megane 3 Hatchback, который пригнал его сюда из Германии, по-моему, на 290 тысяч километров. Правда на ручке. И она по ощущениям, на тот момент у меня Fluence еще была, была ровно такой же. То есть не было ощущения ушатанной машины. Почему мне еще Megane больше нравится? Потому что у них цельная приборная панель. У Fluence отдельно козырек идет и он жесткий. Только в максимальной комплектации он мягкий, но все равно он отдельный. Это скрипы лишние. В Megane он цельный. Также в Megane, надо понимать, чуть-чуть в Hatchback меньше места для заднего ряда. По-моему, на 8 сантиметров. Ну, 8 сантиметров это ничто. Длину в ног. А, ну. Да. Но при этом намного больше возможности перевозить что-то в багажнике. Мне больше нравится Hatchback Universal. По двигателям можно, ну там 1К, 9К, на самом деле самый офигенный двигатель. Проверенный временем берешь. И по коробке EDC можно брать смело. Все, что с ней может там происходить, это обычные плановые обслуживания. Так она отходит очень-очень долго, если ее не рвут. Но крутящая она держит в целом хорошие. Ручка, она просто, ну я сейчас не представляю себя в принципе на ручке. Хотя там тоже 6-ступка. И если ты привык к этому, то можешь брать. Но я бы советовал на EDC. Скажи, пожалуйста, почему ты так к седанам поплачешься? Ну, у меня просто было несколько седанов. Каждый раз я себе обещал не покупать седан. А в чем с ними у тебя проблема? Это самый акустически комфортный тип автомобиля кузова. Ни один тебе кузов не отродит тебя от заднего шума в багажнике. Ты будешь просто слышать больше сверчков и всего прочего. На самом деле я не верю в это все. Возможно в S-классах, там где, ну может быть, да. А так, я практичный человек, я люблю возить в машине большие вещи. Потому что я никогда столько не перевозил-ка спать в машине. Перевести велосипед. Вот я в джимне могу засунуть несколько велосипедов. Практически не разбирая. Седан это такой геморрой. У бати, да, он засовывает туда свой имамин. Но там, разобрав их, через вот такое там просовывать куда-то, что-то как-то. Я просто забил бы и сказал бы, ну нафиг. Перевести коробку с телевизором. В свой даже в джимне я могу положить, поставить его. А этот не помешивая. Так вот, когда ты поставишь эту коробку с телевизором, у тебя сзади за человеком не сядут туда машины. Понимаешь? Коробка с телевизором сзади не сядут. Я сяду и еще один человек. Ну, а в Fluence поедет 4 человека, правильно? Ну, без коробки, да. Почему? Коробку ты можешь просто в багажник закинуть. Для места будет достаточно. Нет, не будет достаточно. Телевизор какой? Вот такой ты имеешь? Нет, даже вот 50-дюймовый. 50-дюймовый? У меня бюджет вот так клопсал? Нет, шучу. Это все бред. Витя, выгляжешь. Пишет Эго Расхивинс. Наверное, иностранец какой-то. Когда будет обзор и сравнение твоего и Сашиного байкпакинга? Саша, когда будет обзор нормального моего байкпакинга? Слушай, ну я не хочу тебя расстраивать просто. Ну твое байкпакинга, говно. Он и выглядит... Это дело вкуса. Ну просто я монтировал твой этот ролик, что твой велосипед выглядит более патогеничным. Сколько людей, столько менее. И я даже спорить не буду. Мне не нравится. Вот я просто скажу очень вариант. А что патогеничный? Да ты сказал? Ты говорил, что твой намного более патогеничный, чем... Ты что? Ты первое, что сказал, когда увидел меня? О, прикольно. Стильно выглядишь. Как подобрал. Ну типа, что все по стилю подобрал. О, молодец. На стиле, да? Ну да. На самом деле он у тебя выглядит, человек. Не из-за цветов даже. Подобрал по цвету, то да. Ну и в плане тебе повезло так. Эти роллтопы, это сумка спереди. Это просто страх. Серьезно. Даже задняя, как она выглядит, это просто дешево. Я считаю, что идеальный байкпакинг это либо опидуров. Но при этом сумка роллтоп, сумка вот эта цилиндр спереди, я их не понимаю. Хотя многие так катаются. Но для меня, опять же, может из-за специфики моей работы. Мне нужно много всего быстрому доступу. Камера, и дрон, и ремкомплекты какие-то. Поэтому у меня только ЭГБшка спереди. Для меня вот это вот вариант. Все остальное я не знаю. А так, сумки, даже внутрирамные, несмотря на то, что мы свое делаем, я все-таки легко могу советовать Уроклик. Потому что она полностью водонепроницаемая. Просто Маша намного дешевле, но она тоже классная. Но она не водонепроницаемая. Ну ничего добавить, да. Мои сумки прекрасные, я считаю. Не знаю, чем они тебе не нравятся, когда нормально покушать. А ты их купил, да? Да. Вот я-то говорил одно видео, а ты точно говорил, что я их не куплю. Это было во втором выпуске. А потом я еще раз проехался и понял, что, во-первых, вот эта подрамная сумка, она офигеть какая-то здоровая, туда куча всего влазит. Мне нравится, как оно сделано, как оно выглядит. Плюс в камене с подольскими там, опять же, по-моему, там торопатили. Ну, если тебе нравится, то... Оно не пропускает воду. Я уже научился им пользоваться. Плюс мне Женя, дружаня их намутил по, типа, вот, все-все. Плюс маленькая под сидуху и маленькая под руль такая сумочка. Что-то 6500 он мне отдал. Ну, да, за такие деньги это реально. Ну, почему бы и нет. Согласен. Что ты меня обижаешь? Классные сумки. Я же не обижаю. Я же говорю свое мнение. Около-гаджетовый вопрос. Вы много пользуетесь разными гаджетами. Наверное, были случаи сложных поломок. Скажите, вам случалось отправлять товар на ремонт в Китай? Насколько это геморрно, арификовано и дорого? У меня камера, где джеку 2 загнулась и полгода не работала. Комнаты, где их брал, отдали в сервис Light Technology. Те сказали, сам дурак, мол, уронил, хотя это и не так. И они даже за деньги не захотели ее ремонтировать. Типа, не ремонтопригодна. Поэтому выхода не вижу. Я никогда не отправлял в Китай и таких сложных ремонтов у меня не было. Ну, личная ситуация, я в Китае ремонт. Отлично. Прочитали большой вопрос, чтобы сказать. Я не знаю, у меня все хорошо. У меня хотя бы не было. Все, у нас все. Ну, вообще, надо не нанять просто камеры. Простите. 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 На самом деле, у Marshall вообще нет альтернативы по внешнему виду. Если рассматривать какие-то альтернативы, которые в этом ценовом диапазоне не нравятся. Это были бы GBL Live 660 NC. С шумодалом, кстати, уже. Marshall Mita NC. Они чуть-чуть по классу лучше. Звучок там чуть-чуть, но лучше. Есть еще NC. А цена сейчас плюс-минус где-то там одинаковая. Ну, возможно, на 1000 грин дороже. И дешман. Ну, прикольный дешмана Tanker. Это Soundcore Live Tune. Я их не раз уже упоминал. За 100 долларов вы NC получаете. И хорошее звучание. И нормальную форму. И последняя версия Bluetooth и все остальное. Ненормальная автономность. Так что вот так. Саша, давай не тупи. У меня уже все. Уже все вопросы? Да. Серьезно? Тони Орленко. Идеальный айфон на сегодня цена профит. Что будет с новым Mac? Наверное, много вопросов. Я считаю, что идеальный айфон на сегодня посредний. Если ей позволяет. Ну, вообще не всегда так бывает. Слушай, прикольно. Я вот с некоторыми инструментами могу резать себе просто кожу и при этом не докровить. Зачем резать кожу и не докровить? Мне просто интересно. Это как жить без шоколада. Да? То есть лучше докровить сразу. Ну, покажи как. Ну, это я могу показать, поверь. Нет. Идеальный айфон, я считаю, последний. Что будет в новом Mac? Вот это такие вопросы ты детски задырешь. В новом Mac будет новый процессор. Так что, чего люди все будут... Нет. На самом деле, процессор сейчас нормальный. А вот я жду больше всего четырех портов. И этот... Ну, и хотя бы, чтобы два были по разному формам. И оперативные памятники. Хотел сказать, что чего-то критично не хватает. Ну, наверное, только порты. Остальные у меня вопросы. Только для Патреонов. Потому что у нас на Патреоне многие задавали вопросы. Вот, да, мы сейчас пойдем отвечать. Это не вопросы с наших Ютубов. Это те именно, которые подписаны на Патреон. Если вы хотите, кстати, нас поддержать, можете подписаться. И там тоже участвовать в жизни комьюнити. Ну, а вам всем спасибо за то, что вы активничаете. На прошлой неделе, кстати, и за последние две недели у нас сильно выросли просмотры. Это радует. Ну, понятно, что айфоны. Но и Google Pro свои дало. И сейчас еще Z Fold буду я опубликовал. Посмотрим, насколько он хороший. Поэтому спасибо всем большое. Прошу вас не останавливайтесь. Лайкайте, комментируйте. Это очень приятно. Отлично. Подожди, Витя, не нажимай. Ты знал, что был такой LG G8 XSync? Да. Витя, я знал. А ты знал? Нет, я не помню. Вот. Он подобие Fold представлял собой, только второй дисплей был в чехле. Ну да, я понял. И вот тебе прародитель, собственно, того, что ты сегодня сделал. Это не прародитель. Это тот, когда уже выпустили Fold. Они такие, надо что-то свое сделать. И сделали свое. Да нет. Это же ему уже сто лет. 18-го года, по-моему, этот G8. Что смотрели? Да там он, напиши. Да вам, 19-й год. 19-й год. А Fold такой был? Какой был? Когда Fold первый вышел. Ну, 18-й, да, наверное, судя по прошлому. Тоже 19-й. Так что ты мне говоришь? LG молодцы. Что, Samsung сделали правильно, а это сделали вот так и закрылись потом? Да. Все, спасибо за просмотр. Делайте так. LG молодцы. Пока. Пока. А ты его игноришь? Ладно. А, прикольно, слушай. Кто? Ну, то есть ты не заметил? Кто? Да нет. Да нет. Это же реально смешно. Что? Что? Дупо, знаешь, все полтора часа просидеть, это такая выдержка. Это все на влоге решили? Какая выдержка? Ну, это смешно. Что смешно? Давай же раскроемся. Ты записываешь? Да, конечно. Саня! Я обещал. Ты посидел полтора часа. Ты даже не заметил. Ты прям в него тыкал же Викториноксом этим. А моя где? Твоя вот там. Где? Где? О, о-о-о. Да ты его делал! Пожалуйста, чувакик. Куда он уже шел? Что надо делать? Я не знаю. Ловко оболчает, да, Сань? Может он не пишет?